Это общение. Общение с людьми может приносить огромное преимущество. Наверное, вы часто встречали таких людей, которые делают это с видимым удовольствием, с улыбкой на лице. И если это не наиграно, то люди сразу чувствуют это и тянутся навстречу такому человеку. Такое умение качественно и естественно располагать в себе – это и есть навыки нетворкинга. Нетворкинг – сравни искусству. И нетворкинг отвечает на очевидные вопросы. Как знакомиться правильно? Как общаться? Как заключать сделки? Как развивать отношения? Эти вопросы мы и обсудим в наших с вами занятиях. Что же такое нетворкинг? Нетворкинг – это искусство становления и развития взаимовыгодных деловых связей. Это определение закладывает множество значений. И если посмотреть на него внимательно, то можно его разобрать на части. Давайте посмотрим на него подробнее. Искусство. Как и в любом деле, в нетворкинге нельзя сразу стать мастером. Вам необходимо практиковаться, заниматься нетворкингом снова и снова, прежде чем у вас будет получаться. Установление и развитие. Задача делится на две части. Вам нужно перебороть ограничения в знакомствах на первом этапе, установить контакт. И в дальнейшем возвращаться к общению, развивая доверительные отношения снова и снова, чтобы ваш визави, тот человек, с которым вы общаетесь, мог сказать «Да, конечно, я его, вас, хорошо знаю». Взаимовыгодных. Это значит, что люди, которые рассматривают нетворкинг как возможность прямого и быстрого обогащения, ошибаются в своем определении. Нетворкинг подразумевает получение выгоды с обеих сторон общения. И зачастую вы должны быть готовы предложить своему собеседнику выгоду первым. Деловых. Часто мы смешиваем личные и деловые связи. Но нетворкинг – это в первую очередь деловой инструмент для решения задач. И если он помогает вам в личной жизни, это всего лишь дополнительные его преимущества. Субтитры создавал DimaTorzok